Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня будет закупка продуктов из магазина Лента. Ездил у меня туда муж, но кое-что я ему писала по списку, кое-что он купил сам. В общем, мужу получается бюджетнее, чем у меня. У него получилось на 10 тысяч. Вы знаете, что я обычно езжу, это 15 точно оставляю. Ну, в общем, как-то так. Чек, как всегда, будет в конце видео, и давайте покажу саму закупку. Так, вот такая закупка получилась у моего мужа. Вот здесь еще. Давайте отсюда и начнем. Значит, просила я его... Помните, в прошлую закупку я купила вот такие баночки? Они продаются только в Ленте. Ни в питшопе, ни в... Четыре лапы я не нашла вот таких баночек. Они внутри реально очень... Ну, просто одно мясо. Больше ничего. И чуть-чуть совсем желе. То есть очень классные банки, очень понравились. В общем, я его попросила. Он, по-моему, тут штук 10 купил. Ну, тут разные... Там разные вкусы, да? И один вкус, ну, в общем, не важно. Ну да, с индейкой сердцем. Вот. Плюс еще вот эти вот, как всегда, пакеты. Это с собакам, это котам. В общем, целый пакет еды, как всегда, моим... Моим хвостатиком. Еще у меня картошка. Это, наверное, 5 килограмм. И немножечко... А, еще вот такой корм он купил. Зачем-то, не знаю, я не просила. Но он купил. Ладно. Вот. Ну, они у меня съедят. Они у меня вообще сейчас все подряд едят. Ленор еще. Это я просила какой-нибудь кондиционер купить. Салфетки. Вот эти вот я все время в ленте покупаю. Вот эти салфетки. Большую пачку. Они классные. Не знаю, нам нравятся. Еще пачку влажных он взял у меня салфеток. И ленту от мух. Несмотря на то, что я тут все сетками завесила, все равно нет-нет, какие-нибудь мухи пролетают у нас в дом. Поэтому вот такую сеточку, чтобы она... Ой, сеточку. Господи, ленту, чтобы... Чтобы, короче, их меньше было. Ну и давайте начнем отсюда. Значит, как всегда, яйца отборные. 30 штук. Дальше. Купил скумбрию. Мы ее хотим закоптить в коптильне уличной. Точнее, муж у меня ее будет коптить. Получится очень вкусно. Кстати, я как-то тушила скумбрию со сметаной, луком и морковью. Получилось вообще очень вкусно. Она получается как такая консервированная. В общем, нам понравилось. Дальше мясо, свинина, окорок. Может, шашлычки сделаем. И фарш. До сих пор я не купила... Все, надеюсь, что как-то понизится цену на бытовую технику. Мясорубку так и не купила. Надо было раньше это делать. Ну, как-то вот, видите, все я... Вот, так что фарш. Здесь еще куриная грудка. Куриная грудка и курочка. Вот такая небольшая. Ну, запечь тоже будет отлично. Так, вареная колбаса, конечно же, окрошки, холодный борщ. Все это делаем с вареной колбасой, поэтому она у нас всегда уходит. Также сосиски вот такие копченые. Если будем делать шашлычок, то еще и сосиски детям пожарим. Сорбельки тоже. Вот эта марка «Папа может». Нам, кстати, очень нравится. Видите, все время покупаем. Вот, и вот такую еще колбаску купили. Папа может тоже нам нравиться. И здесь сыр. Вот такой вот он купил. С пожитником. Какой-то, видите? Тут еще видно с травками всякими, да? Только это он у меня, видимо, в другой магазин заезжал. В магазин «Реал». Вот, поэтому купил такой сыр. Наверное, что-то он еще купил в другом магазине заехал. Ну, ладно. Плавленый сыр. Еще сыр вот такой. Ламбер. То есть того, чего не будет в чеке, это значит, что он в другом магазине купил, девочки. Потому что чек у меня в электронном виде только из ленты. Ну, неважно, да? Молоко. Вот такое полтора литра. Купила сметанку 15%. Кетчуп. Кетчуп. Вот такой сметанный майонез. Очень люблю именно сметанный майонез. Здесь масло. Также горошек кукуруза. Это в салатике овощные всякие я добавляю. Очень нравятся. Дальше. Хлебобулочные изделия. Вот такое вот, смотрите, какое. Плетеночка. Такое очень вкусное. Оно 59 рублей стоит. Тостовый хлеб. Обычный батон. И дарницкий хлеб. Да, это дарницкий, наверное. Нет, это столовый хлеб. Также панировочные сухари я просила купить. И сушки. Сушки. И здесь немножко вкусненького. Вот такие полосочки. Кстати, обожаю. Вот эти александровские полоски. Да. Но здесь они по-другому называются. Миланское какое-то. Но вообще, это александровские полоски, да. Изделие сдобное, миланское. Ну ладно. И вот такое еще. Такие тоже печеньки вкусные. Вот так помпины называются. Кстати, вот эти в коробочках у ленты. Вот такие печенья всякие разные. Они очень вкусные. Вот. Так что будете в ленте, обязательно возьмите. Дальше здесь еще фрукты, овощи. Еще у меня арбуз вот такой небольшой взял. Они уже по 39. Ну, считайте, по 40 рублей. Так что отлично. Немножко черешни. Уже, кстати, наелся черешни. Так что килограммчик нормально. Яблочки вот такие зеленые. Бананы. Бананы сейчас сколько? 59 рублей. Считайте, 60. Немножко также нектаринчиков. Вот таких вот маленьких. Вот эти маленькие нектарины. Они, кстати, очень вкусные. Нектарины и персики вот такие. Я покупала уже не раз. Так, дальше здесь персики и абрикосы. Я их хочу сконцентрировать по 89 рублей. Только он очень мало для меня взял. Всего лишь 2 килограмма. Я хотела много сделать в этом году. Но вот что-то он мало взял. Ну ладно, сколько взял. Дальше здесь помидоры по 108. Огурцы по 79. У меня еще не помидоры, а огурцы. У меня помидоры начали краснеть. Но немножечко их совсем так чисто сорвать, поесть. А огурцы начали цвести, но еще не дают огурчиков. Поэтому купила. Ну и, естественно, баклажаны то же самое. По 149 рублей. В этом году у меня вообще все вот это поздно. Дальше здесь свекла. Тоже на холодный борщ пойдет. И лук обычный репчатый. Вот этот вот новый урожай. Это 40 рублей. И еще вот как раз купил мне 5 килограмм. Здесь 5 вроде бы килограмм. Да, девочки, не вижу. Сахара. Потому что я делаю персики не компот, а консервированный. Ой, персики. Что я говорю? Абрикосы консервированные. Разрезаю без косточки. И прямо таким сиропом заливаю, чтобы у меня как консервированный были сироп. Можно потом разбавить водичкой, и будет очень вкусно. В общем, делаю уже заготовки на зиму. Так что вот такая вот покупка получилась, закупка моего мужа. Давайте покажу вам чек. Музыка. 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 Музыка.